Аплодисменты Несколько дней назад Один мой знакомый Давал мне советы о том, как сделать презентацию Интереснее И один из его советов был в том, чтобы Он говорил, что Нужно в конце презентации Или вообще всю презентацию стараться давать Какие-то практические рекомендации То есть делать так, чтобы в итоге публика, аудитория Уходила домой и что-то такое хотела Применить или имела какие-то примеры Кода, имела какие-то, может, библиотеки Которые вы хотите использовать Тогда презентация будет интересна И я согласен с его советом Но сегодня этого не будет Сегодня не будет никаких примеров Сегодня не будет никаких конкретных библиотек Использования Сегодня будет такой разговор более общий, абстрактный Я попытаюсь рассказать вам о проблеме Которую я вижу, о той боли, которая у меня есть И о том, как я ее пытаюсь решить И предлагаю вам ее решить То есть разговор будет достаточно абстрактный И речь пойдет о Java и объектно-ориентированном программировании Я месяц назад выступал в Минске здесь И кто был на моем выступлении? Оно было про... Ага, несколько человек было Все равно пришли еще раз Это хорошо Хотя там было больше людей Значит остальные не пришли Я спросил, я задал такой вопрос аудитории Кто помнит, кто там был, может помнит В начале Нравится ли вам тот код, который вы пишете? Нравится ли вам тот код, который вы читаете? Нравится ли вам те Java продукты, с которыми вы работаете? Если вы смотрите на их исходный код Да, я забыл включить Нравится ли вам тот продукт, с которым вы работаете? И который вы читаете? То есть тот Java текст, с которым вы имеете дело? И ответ был да Многие люди подняли руки и сказали Да, нам очень нравится код Мы в общем-то довольны тем, что... И мне было трудно дальше вести доклад Потому что он был весь построен, в общем-то Исходя из обратного предположения Что людям в основном не очень нравится то, чем они работают И мне на самом деле не очень нравится тот код, с которым я сталкиваюсь В основном open source То есть это open source библиотеки Это один из классов в Clojure Есть такой язык, который написан на Java Clojure Это один из его классов Там 8000 строк кода Я так показать вам его решил Посмотреть, понравится вам он или нет Так вот я считаю... Да, это будет долго Так вот я считаю, что сейчас ситуация так сложилась Сейчас такая вот то, что я вижу Мы имеем большую проблему И я хочу ее обозначить как война Идет война между добром и злом Между тьмой и светом И я сегодня покажу, кто эту войну ведет Как мы можем ей противостоять И хочу вам задать вопрос В конце, на какой стороне вы находитесь И хочу вас агитировать Перейти на другую сторону Ну... Будем до конца смотреть Там 8000 строк Я внимательно смотрел на этот файл Там действительно 8000 строк Там около 100 коммиттеров То есть больше 100 человек редактировали этот файл Это не файл, созданный какой-то там автоматический генератором Это реальный текст на реальной Java, который реальные люди модифицируют Он написан в 2007 году и вот он в течение 9 лет Вот ребята этот файл поддерживают Ну, я думаю, мы можем остановить, да? Вот так выглядит война Которую я вижу С одной стороны находятся вот эти вот 4 проблемы 4 наших врага Ну, мои так точно Посмотрим, ваши ли А с другой стороны находится объектно-ориентированное программирование С одной стороны нам... С одной стороны это, во-первых, книжки, которые нас учат неправильно программировать Которые нас учат не тому программированию, какое оно должно быть Которые дают нам информацию и знания, и идеи, которых не должно быть в наших головах Дают нам вредные идеи Вторая проблема это языки программирования Например, Java, самый главный язык программирования Он самый популярный в мире Объектно-ориентированный язык К нему можно добавить еще массу других языков Ruby, например, Swift язык, недавно появившийся от фирмы Apple Даже современные языки объектно-ориентированные Они повторяют те же ошибки, они повторяют те же проблемы И дают нам то, с помощью чего мы можем написать только вот такой код, который мы только что видели То есть я обвиняю в том коде, который мы только что видели Вот эти 4 наших врага Это книги, которые нас неправильно учили и мы такое создали Во-вторых, это язык, который нам дали и мы такое создали В-третьих, это фреймворки, которые нам дали И с помощью этих фреймворков мы волей-неволей должны создавать тот код, который мы создаем И четвертое, это компании, крупные компании Я поставил Google во главе этой компании В основном благодаря их Android SDK Который задает тон Java программирования в той или иной степени Можно сказать, что это не совсем, так сказать, мейнстрим Java Это какой-то его ветвь Java Но тем не менее Android вместе с компанией Google А также масса других компаний помельче Которые выпускают что-то на рынок и вкладывают в это деньги Они тоже нам сильно мешают И дело даже здесь не столько в ООП как таковом Не только конкретно в ООП как жертве этой войны Точнее как ее одной из участников, которая проигрывает А скорее в таких вот двух разных подходах С одной стороны, с левой стороны, я написал на английском, я думаю все понимают С одной стороны мы имеем подход, который пропагандируют вот эти все четверо ребят, которые стоят слева Если это работает, значит оно хорошо написано Этот Closure файл он действительно работает Действительно это 8000 строк кода, они действительно работают, они действительно популярны Действительно Closure это там один из популярных языков на рынке Все в порядке В чем проблема? А с другой стороны есть другой лагерь, в котором поднимается другой флаг И я этим флагом сегодня буду размахивать На этом флаге написано, если это хорошо написано, тогда это будет работать Но не наоборот, понимаете разницу, да? Вот у меня есть статья на блоге о том, что ОРМ Может кто-то читал о том, что ОРМ в Java это не совсем правильный Или точнее совсем неправильный подход к управлению персистенсом И стоит его не использовать, а стоит работать по-другому И мне позавчера написал парень вот такой комментарий к этой статье Там много комментариев, многие пишут разные гадости Обвиняя меня в том, что я не прав Но такой комментарий был вчера Он там длинный, но я из него кусок вырезал И этот Виктор, я не знаю кто он, он там без фотографий Но он написал сначала много-много слов А потом в конце он так примерно резюмировал Что ты сначала заработай миллиард долларов на какой-то другой технологии А потом скажешь, что ОРМ плохой И скажешь, что это новая технология лучше То есть он фактически тот самый вот этот флаг и поднимает Он говорит, мы уже используем это все Да, оно допустим там неправильное Да, но 8 тысяч строк в нем кода, например Но оно работает Какие проблемы? Вот ты построй по-своему Сделай как-то иначе, что там было не 8 тысяч строк кода А как-то по-другому Заработай на этом миллиард долларов А потом мы тебе все поверим и поймем, что ты действительно прав Вот такой аргумент И я выступаю против этого аргумента Мне кажется, он неправильный Потому что он нас ведет всех вместе к большому поражению в этой войне В итоге у нас от ООП практически ничего не останется Уже сейчас есть масса докладов и выступлений под заголовками ООП is dead Я думаю, вы слышали о таких Когда обвиняют ООП Вообще говорят, что объектно-ориативное программирование в принципе мертво Его не стоит использовать Но есть какое-то другое программирование, которое мы сейчас все пользуемся И действительно это так Действительно у нас сейчас другое программирование И сейчас мы разберем вот эти 4 врага по пунктам У нас их 4, помните, это книги Это Java Это фреймворки И это компания Google И на этом закончим Враг номер 1, книжки Книжки разные Они все прекрасно подробно и очень тщательно рассказывают о том Как программирует Java И какие используют библиотеки И как вызывать методы И как создавать классы И как их между собой использовать Но они серьезно ошибаются в главном Если книги об объектно-ориативном программировании Они неправильно представляют нам объект Они неправильно представляют нам ключевую концепцию ООП Например, начнем с Википедии Это не книжка, это нечто даже большее, чем книжка Вот так Википедия определяет объект Википедия считает, что объект это данные У нас так называемые атрибуты И код, который к этим данным прикреплен Это механистический подход к пониманию объекта Механистический, в котором объект представляется Как просто действительно набор данных У которых есть прикрепленный функционал Это чистый процедурный подход Процедурный взгляд на ООП Который не должен существовать Который ломает наше понимание Который разрушает нашу Даже может быть не окрепшую ООП психологию И возвращает нас обратно в процедурное программирование Глубже идти не будем Можем потом обсудить на вопросах Книжка номер два, тоже очень популярная Я тоже из нее вырезал кусок Который говорит, что каждый объект Это выглядит как компьютер У которого есть состояние И операции, которые он может выполнять Опять же, это чисто механистический Процедурный взгляд на объект Это что-то такое вроде маленького компьютера Мы его вызвали, он для нас поработал Вернул нам результат И опять мы контролируем ситуацию Вместо того, чтобы в ООП должно быть наоборот Объекты должны контролировать ситуацию А не те, кто эти компьютеры Так называемые компьютеры вызывают То есть относиться к объекту Как к компьютеру Это заранее превращать себя в процедурного программиста Заранее делать из себя Из объектного программиста Процедурного И центральные книжки нам это рекомендуют делать И это большая проблема Еще одна книга Класс это коллекция данных Которая содержит значения И методы, которые оперируют на этих значениях Опять тот же самый подход Опять тот же самый взгляд Книжка прекрасная по Java Ее можно читать Ее нужно читать тому, кто учит Java Но в итоге, изучив эту книжку Вы остаетесь с пониманием Что вы программируете на Каболе Или на Паскале Но только синтаксис у вас Java Только у вас больше библиотек У вас больше функционала У вас больше этих В открытом доступе этих jar файлов Да, все прекраснее Зачем нам Паскале У нас есть Java Но мы остались головой там В Паскале, в Каболе В ассембле В языке, в котором контроль Находится у нас в руках А объекты для нас Лишь выполняющие какие-то Какие-то операции Время от времени Наши подчиненные Должно быть совершенно наоборот Объект должен контролировать ситуацию Мы должны объекту отдавать управление И он главный, а не мы И вообще мы такого не должно существовать А это процедурный взгляд Еще одна книжка Я так понимаю, она старше Чем эти книги по Java Это Страуструк Я думаю, его читал Кое-кто из присутствующих Рекомендую почитать Она очень так широко раскрывает Функционал языка C++ Дает много Много такого Много важного Много ценного из C++ Чего, на мой взгляд Вообще не должно быть В объектно-ориентированном программировании Но в C++ огромное количество функционала Разного, чего в Java нет Но все равно взгляд остается процедурным Вы видите, что здесь еще более Еще более механистический Процедурный взгляд Страуструк говорит, что объект Это просто кусок памяти В которых лежат какие-то типы данных И мы, соответственно, с этой памятью будем работать То есть чем мы тогда отличаемся От программиста на Assembler Которого тоже есть кусок памяти И у него тоже есть какие-то функции Которые над этой памятью Как с этой памятью как-то оперировать Я слышал много слов о том Что Smalltalk Вроде бы объектно-ориентированный язык Я никогда не программировал на Smalltalk Но вот я слышал там на конференциях Люди говорят Smalltalk Smalltalk был в то время Когда я ходил еще в начальную школу И поэтому никакого опыта нет Но я посмотрел какие-то блоки кода на Smalltalk И открыл вот такую книжку про Smalltalk И почитал, а что же Smalltalk говорит нам про объекты И оказалось Что объект состоит из памяти И набора операций То есть Smalltalk ничем особо не отличается От того, что мы имеем в Java То есть проблема конкретно не в языке программирования Не в том, что Java взяла и все испортила А я думаю, что и в Smalltalk было неправильное понимание И в Smalltalk было механистическое понимание Этого объектного программирования И даже может быть создатели ООП Я так предполагаю Даже создатели ООП Возможно не совсем правильно Не совсем точно понимали Чего они создают На мой взгляд Я нашел только одну Да, я может много критикую Но набираю, накапливайте эту информацию Потом может быть что-то останется Может быть обсудить Я нашел только одну книгу Которая мне нравится По ООП Которую я считаю В правильном направлении мысли Которая определяет объект следующим образом Они говорят, что Дэвид говорит, что Объект это эквивалент Квантуму, из которых создана Вселенная Вот такой взгляд на объект Мне кажется, правильно Он звучит, может быть, странно Для процедурных программистов Включая меня Я тоже в прошлом процедурный программист Много лет Но такой взгляд на объект И такое отношение к объекту Оно действительно меняет сознание программиста И действительно превращает его в объектного программиста То есть механистический взгляд Это то, что нам дают книги А правильный взгляд Это то, что нам никакие книги не дают Я в конце прорекламирую свою книжку Я написал книгу тоже в этом направлении Попытался этот взгляд Вот этот абстрактный взгляд На котором вы смеетесь Превратить его в какую-то более практическую Рекомендацию Потому что это звучит достаточно абстрактно И непонятно, как Исходя из этого Написать теперь код на Java То есть что конкретно предлагается Потому что в предыдущих примерах действительно понятно Есть блок данных Есть к нему операции Давайте их слепим Вызовем наш этот объект Создадим его Вызовем пару операций Он для нас поработает Вернет нам результат Все прекрасно В этом случае какой-то квантум Какая-то вселенная Как это сложить все И преобразовать в код на Java Не очень понятно Я попытался это сделать Дать какие-то практические рекомендации Но в общем ситуация именно такая Масса книг Они пишут чисто технические вещи Не дают нам фундаментального представления О том, что такое ООП Они с левой стороны Мы с правой Они выигрывают Мы проигрываем Проблема номер два Не проблема Враг номер два Это языки программирования Главная часть моего доклада Языки программирования Я рассмотрю Java Я на Java пишу Поэтому я Java покажу Я нашел Посмотрел внимательно На код на Java Чужой мой И вот я считаю Что вот эти ключевые слова Которые я здесь написал Вот если их убрать Из Java вообще То язык станет Более значительно Более объектно ориентирован Вот я считаю Что вот эти ключевые слова Они вот реальная проблема В языке Java Вот они были введены в Java По ошибке Людьми, которые не понимают Что такое объектно ориентированная программина Знаете эти ключевые слова, да? С какими из них вы С какими из них вы не хотите расставаться? С файналом не хотите, да? Сейчас мы обсудим Файнал обсуждать не будем Но некоторые обсудим Я решил Некоторые из них На некоторых секунд А нет, файнал будем Все правильно Начнем с файнала Да, файнал это важная вещь Идея в чем? Почему мне не нравится ключевое слово файнал? Потому что имея файнал Мы имеем не файнал По моему мнению должно быть все файнал То есть раз они ввели слово файнал Значит они предполагали Что что-то у нас будет не файнал Что такое файнал знаете, да? Не надо объяснять То есть они предполагали Что у нас будет muteability У нас будут изменяемые объекты У нас будут изменяемые переменные У нас будет что-то изменяемое в нашей Java И поэтому они ввели слово файнал Если файнал слово И отсюда мы имеем то, чего мы не имеем Мы не имеем и muteability правильный в Java Мы имеем эти ужасные сеттеры, которые, я считаю, большим злом, которые покрывают огромное количество библиотек Java. Они присутствуют везде, эти сеттеры. Когда мы создаем объект, а потом начинаем сетить в него какие-то значения. То есть фактически работаем с ним как с хранилищем данных, а не с объектом. Мы просто нашпиговываем его данными, а потом что-то с ним делаем. Или вообще не делаем, а просто вкладываем в него данные, потом его куда-то передаем, а следующий получатель из него эти данные вытягивает. Это чисто процедурное управление объектом. Дальше мы имеем вот этот Anemic Model. То есть модель, знаете, наверное, что это такое? Это когда у нас куча объектов создана именно в таком ключе, они ничего не умеют делать, кроме как хранить данные. То есть они фактически являются структурами данных, которых не должно быть в объектно-ориентированном программировании. А все виноват это слово File. Ну, имеем фактически структуру данных. И в итоге мы имеем процедурное мышление. Мы мыслим процедурно. Мы мыслим так, как будто объект это что-то вторичное для нас, а мы, то есть какая-то процедура, это что-то первичное. То есть мы это, например, не знаю, процедура на языке Groovy, это очень такой, очень хорошо подходящий под процедурное программирование язык, потому что он скриптованный, скриптовый язык. То есть это некий скрипт. У нас есть объекты, находящиеся в стороне от нас. Мы туда положили кусок данных, туда положили кусок данных, потом достали кусок эти данные, потом достали еще, потом их как-то скомбинировали, опять разложили по сторонам. Процедура идет сверху вниз, как в языке Assembler, а данные лежат по бокам. Это архитектура процессоров, это так работают компьютеры. Но так не должен работать мозг в объектно-ориентированном программисту. Так работает машина. Да, в машине действительно есть код, выполняемый сверху вниз, и есть данные, которые находятся в стороне от этого кода. Но ООП, оно не об этом. Вторая проблема это стетик. Это ключевое слово, которое определяет статические методы, статические property. Это тоже огромная проблема в ООП. Она вообще никакого отношения, этот статик не имеет к ООП, потому что эти все статические функции, методы функции, назовите их как угодно, я бы назвал их процедуры. Эти статические процедуры, они лежат вне объекта, они могут вызываться вне объекта, они являются в чистом виде процедурами на языке Basic, которые каким-то образом пришли в язык Java. Каким образом мы понимаем? Программисты 20 лет назад, когда Java появлялась, большинство программистов было процедурных, они писали на C, их нужно было как-то эту армию людей перетащить на Java, поэтому действительно многие из них просто не понимали, как мыслить объектно-ориентированно, ни у кого не было особого желания их учить, и поэтому, и времени, и денег, поэтому им дали статик. Мы раньше писали процедуры, ну и сейчас мы можем писать процедуры. Раньше у нас были функции на языке C, как написан весь Linux kernel, вы знаете, наверное, написан на языке C, то есть там все состоит из больших таких, ну больших, маленьких разных функций. Все эти функции имеют уникальные имена. Их там десятки тысяч этих функций. И для того, чтобы управлять, для того, чтобы, когда софт работает, он вызывает из функции в функцию, переходит из функции, из функции в функцию переходит управление. То же самое сделали в языке Java. И программисты с радостью перепрыгнули на Java, потому что она имеет там, у нее нет поинтеров, у нее есть garbage collection, у нее есть управление памяти более удобным. Замечательно, нам будет проще жить, давайте перейдем и перетащим с собой весь наш менталитет. Все, перетащим и будем программировать, как мы раньше программировали. Так случилось 20 лет назад. И эта ситуация не поменялась. Мы продолжаем делать то же самое. Мы учим новых программистов, откройте одну из этих книжек, описание статических методов, utility классов, синглтонов. Вся вот эта вот, весь этот мусор, он приходит вместе со статическими методами. Я называю мусором utility classes и синглтон. Это то, чего не должно существовать в ООП. Это то, что мешает и вредит ООП, и вредит на вашем мышлении. И в итоге мы имеем процедурное мышление. Мы имеем процедурное, потому что у нас, конечно, куча процедур вокруг нас. Мы их вызываем и мыслим процедурами. Проблема следующая, это instance of и точка класс. То есть так называемый reflection, я думаю, знаете, что это такое. Плюс reflection, точнее. Instance of не совсем reflection, но это в том же направлении. Это существование этого функционала в Java и во многих других языках, в принципе, ломает саму идею ООП, инкапсуляции данных и полиморфизма. Объект должен сам по себе быть целостной структурой, которую создали однажды, и больше никто никогда внутрь него заглянуть не может. Только объект знает, что у него внутри. Только объект знает, какого он типа. И только объект знает, что он может делать. В данном случае, если мы вызываем instance of, то мы фактически проводим, я вот у себя в одной статье на блоге писал, мы проводим дискриминацию объекта. Мы спрашиваем, а ты белый или ты черный? Тебе вход возможен, а тебе вход невозможен. Мы не полагаемся на его функционал и говорим, мы пропускаем тех, кто умеет, например, петь. Нет, мы сначала спрашиваем, а какого ты цвета или а какого ты роста? А, такого? Тогда заходи. А теперь пой. Вместо этого мы просто должны говорить, пой. Он либо поет, либо не поет. А instance of дает нам возможность проводить эту сегрегацию и дискриминацию на входе. То есть сначала мы проверяем, а какого типа к нам пришел объект? То есть идея полиморфизма исчезает. Полиморфизм это когда, я так понимаю, это когда у нас есть объект, мы не знаем, какого он типа, нам совершенно все равно. Мы просто говорим ему, что для нас нужно сделать, полагаемся на его функционал, на его свойства. А дальше он сам решает, такого он типа, другого. Это его проблемы, как он это реализует. С помощью instance of мы ломаем эту идею на корню. Мы спрашиваем у него сначала кто ты и только потом передаем ему управление. Этого быть не должно. И то же самое точка класс. Как только мы получаем эту мета информацию из объекта и начинаем его курочить вот так, доставать из него конструкторы, доставать из него методы, менять эти методы на ходу, на лету. Еще есть даже такая штука, как байт-код модификация. Про это я не говорю, но это вообще кошмар. Его просто не должно быть. А вот этот dot-класс, он дает нам возможность влезть внутрь объекта и убрать не только инкапсуляцию, вообще убрать все. Мы в таком случае работаем с ним уже действительно как с куском какого-то кода, с куском данных. Мы прям конкретно трогаем его за этот код, но это неуважительно. Мы не должны так делать. Мы не должны ему залазить внутрь и там что-то менять. Но дайте ему возможность поработать. Нет, мы сначала вот так, там ему что-то подправим в нем, а потом, ну, то теперь для нас работает. Ну, кто он после этого? В общем, это нехорошо. Ну, и проблема последняя из тех, о которых я хотел поговорить, там их было больше, но вот это последнее. Это аннотации. Я, может быть, тоже вызову, так сказать, гнев, вернее, волну негодования, но я считаю, что аннотации в Java это тоже большая ошибка. То есть добавление этой метаинформации к объекту, точнее к классу, добавление этой метаинформации к классу дает нам возможность в Java, точнее провоцирует нас, точнее нас мотивирует на то, чтобы мы функционал объекта раскладывали на две части. Что-то остается в объекте, а что-то выносится за объект. То есть мы написали этот класс, написали функционал, потом приложили к нему аннотации, а теперь есть кто-то, кто эти аннотации со стороны читает и решает, как наш объект будет жить. И решает, какой у него функционал. И решает, что он будет делать в тот или иной момент. Эти аннотации используются, например, для оборачивания объекта каким-то дополнительным функционалом. Или для вообще использования объекта как вот этот anemic model, то есть такой структуры данных, которая без мозгов, мы ее просто передаем куда-то, а потом этот кто-то умный посмотрел, где стоят эти аннотации и на основании их аннотаций что-то в этот объект вставил. Кто опять же объект после этого? Как не просто хранилище данных, у которого ни мозгов нет, ни воли, ни желания, ну в общем ничего. То есть он просто ждет, когда в него наконец эти данные попадут. Или у него эти данные заберут. То есть идея аннотировать класс, давая возможность кому-то со стороны смотреть на эти аннотации, используя эту информацию, она на мой взгляд порочна. И быть не должно. Ну вот такие проблемы в Java. Так я вижу проблемы в языках. И новые языки, они приносят те же самые, тот же самый функционал. Создается язык Swift, у него тоже там статические методы. Язык созданный там полтора года назад или два года назад. То есть речь идет не о старом чем-то. Я не говорю о том, что Java была создана действительно 20 лет назад, как я рассказал в примере. Действительно статический метод, может быть, был тогда нужен по рыночным соображениям. Просто нужно было эти миллионы программистов или сотни тысяч перетащить на новый язык. Но сейчас-то чего? Сейчас зачем создавать язык Swift, который создается корпорацией, которая тратит миллиарды долларов на это там в месяц. И она за эти миллиарды создает такой же мусор, который был создан 20 лет назад. Повторяя те же самые ошибки. То есть о чем это говорит? О том, что идет война. Они против нас. Кто победит, не знаю. Но пока ситуация такая. Пока новые языки приходят с теми же самыми проблемами. Приносят нам то же самое, что было раньше. Враг номер три. Это фреймворки. Фреймворки. Сейчас будет несколько примеров. Но вот я поставил несколько таких названий. Я не очень много знаю фреймворков на Java, которые я использую. Но вот эти фреймворки, я тут JDK даже поставил. Эти фреймворки точно большое зло в Java. Я думаю, вы какие-то из них знаете. Имена вам знакомы. Вот они написаны как раз с использованием этих принципов, которые я вам рассказал. Как раз у них аннотации вовсю используются. Как раз у них статические методы. Допустим, play framework. Он вообще там, по-моему, весь на статических методах написан. То есть большое количество этого кода. Или, допустим, Apache commands. Он вообще состоит, по-моему, целиком из utility класса. Ну, может быть, не целиком. Там есть какие-то начинания были, я так понимаю, в каких-то направлениях. Создать все-таки что-то более-менее объектно ориентированное. Но в основном это просто utility класса. Это просто огромные коллекции процедур. Давайте рассмотрим три. Три из них я покажу проблему. Первое. JaxRS. Кто знает такой фреймворк? Это для RESTful API. Да. Вот так выглядит код в этом JaxRS. Вроде бы как бы выглядит хорошо. Но давайте повнимательнее посмотрим. Первое. Главная проблема здесь. Я не контролирую создание этого объекта. Я написал этот класс. Я его зааннотировал этими аннотациями. Но я не знаю, кто и когда его создает. Я совершенно не контролирую конструктор в этом классе. Его вообще не должно быть здесь. То есть конструктора у меня нет. Если я создам конструктор, весь JaxRS, допустим, на Jersey реализованный, он просто перестанет работать. То есть мне нужно, чтобы этот класс не имел конструктора. У меня забирают самое главное, что есть в ООП. Это процесс рождения объекта. Процесс рождения объекта у меня забрали. Я теперь не знаю, кто и когда его создает. Это главная ключевая проблема в этом подходе. То есть объекты рождаются где-то из ниоткуда, создаются и дальше с ними начинается работа. Но конструктор, я не могу создать конструктор. Это кошмар. То есть это не объектно-ориентированный. Это просто они меня используют как набор процедур. Они хотят, чтобы я создал класс. Они это авторы этого фрейворка. Чтобы я создал класс, в него насоздавал этих процедур и дальше дал им возможность с ними процедур и вызывать. Не я создаю этот объект. Не я контролирую, как он создан. Не я получаю управление. Никакого управления. Это просто набор процедур. Это первая проблема. Вторая. Как получить мне в этом фреймворке контекст, в котором происходит управление? Что происходит? Какой сейчас у нас пришел запрос? Какие у нас там есть куки? И так далее. Мне нужно добавлять еще методы, которые будут ничем не иным, как сеттерами, через которые этот фреймворк мне вставит туда, внутрь этот контент. То есть я определяю сеттеры, 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 потом мой объект будет создан, потом в него сеттерами вставится этот контекст, и дальше произойдет вызов этих процедур. Но это кошмар какой-то. То есть это с ног на голову. ООП так работать не должно. Дальше. Обработка запроса от меня полностью скрыта. Я не знаю, как приходит HTTP запрос, я не знаю, что у него внутри, я не знаю, какой HTTP результат я возвращаю. Все, что я могу сделать, это я работаю как такой неодушевленный объект, у которого действительно только процедура. Я выбрасываю этот стринг наружу, я даже совершенно не контролирую, как он будет преобразован в HTTP ответ. Я могу какими-то аннотациями кое-что изменить. Например, здесь я могу добавить хедер. HTTP хедер, который немного изменить этот ответ. Но я не контролирую, как он будет построен этот ответ. Я не знаю, кто его будет строить. То есть все это от меня, весь этот контроль за этой ситуацией у меня из рук забрали. Это хорошо для плохих программистов, да. Для хороших программистов это кошмар. Ну, по крайней мере, мой опыт работы с JaxxRS, у меня даже есть библиотеки, которые над этим JaxxRS работают. То есть у меня опыт был там, несколько лет его использовали. Он очень негативный. В итоге остается такой, остается такой послевкусие, что ты работаешь с чем-то, где тебя совсем как программисты не уважают, не хотят, чтобы ты понимал, что происходит. Хотят, чтобы ты просто накодил, накодил, накодил и выложил в продакшен. Вот такой подход в этом фреймворке. Следующий фреймворк – Apache Commons. Это вообще, я уже сказал, это просто огромное количество процедур, которые названы utility классами. Примерно так они вызываются. Там file utils, string utils, digest utils. Везде статические вызовы. Везде процедуры, процедуры, процедуры. И так вся библиотека. У них есть в некоторых направлениях движение вроде бы как в сторону ООП, но вот видно, что оно было придавлено. То есть они пошли в сторону создания там классов разных, например, для поиска по каталогу. Если вы хотите сделать поиск по директорию, то там идет file utils.list и там внутри можно создавать такой, можно давать такой, какой-то более композитный объект, который представляет собой фильтр. Вот это, например, одно из таких объектных веток в этой библиотеке. Все остальное процедурное. И они нам это не то, что навязывают, это центральная библиотека для любого Java программиста. Я думаю, нет здесь ни одного Java программиста, который не работает с Apache Command. Это центральная библиотека, которая нам провоцирует нас на использование таких подходов. И последний пример. Последний пример JPA. JPA или Hibernate. Я думаю, тоже слышали об этом, кто-то использовал для персистенса на SQL дейтабейсе. Вот так выглядит примерно, поправьте меня, если я ошибаюсь, я давно уже не писал на JPA, потому что у меня нет сил этим заниматься. Но вот так выглядят примерно эти классы. Вот это вот типичный anemic model. То есть это совсем не класс, это совсем не объект, это просто кусок такой структура данных, пришедшая к нам из языка basic, который внутри него JPA или Hibernate вкладывает данные, а потом данные оттуда забирает. Реальная работа происходит в Hibernate. Мы совершенно эту работу не видим. Я, создавая такой объект, я полностью лишен возможности контролировать ситуацию, я полностью лишен какой-либо инициативы. Я вообще не объект в этом случае. Я просто хранилище данных. И JPA это очень популярный фреймворк, который повсеместно, с которого начинаются многие книжки, которые рекомендуются в книжках, которые на рынке существуют как главное направление. И это большая проблема, потому что это наше сознание поворачивает в эту сторону, и мы начинаем делать все свои классы именно в таком ключе. Вот это проблема номер три. Переходим к проблеме номер четыре, потом я заканчиваю. Мне еще пять минут. Проблема номер четыре это компания Google. В принципе. Мы ее используем, мы знаем эту компанию, но сколько я видел кода из Google, и сколько я когда-либо работал с Google, с Google, случались такие случаи, были такие случаи. Это какой-то кошмар, что они производят наружу. И ярким примером является Android SDK. Ну например, посмотрите на этот класс Activity, в котором больше двухсот методов, и это позор, на мой взгляд. Вот весь Android SDK, созданный компанией Google, это один большой позор на Java рынке. То есть его создавали не АОП-программисты, вообще. Его создавали люди совершенно далекие от этого. Это были классические процедурные, это даже не процедурные, это просто месс какой-то. Вот весь Android SDK. Я не знаю, если есть Android девелоперы, но я, с кем я не разговаривал из Android девелоперов, всегда одно и то же. Что да, это кошмар. Мы действительно пишем на этом, но вот у меня даже был парень один на блоге, меня попросил пару дней, буквально пару дней назад, он написал, ты хорошо, мол, тут все рассказываешь, а я сам не Android девелопер. Ты тут все расскажешь про Java, а ты мог бы нам для Android девелоперов рассказать, а нам-то как жить? Потому что действительно Android девелоперы ограничены вот этим SDK, если вы SDK разрабатываете, ограничены этим SDK, ограничены этим, допустим, классом Activity, от которого вы должны наследоваться, который в себе содержит 200 методов. То есть можно забыть все, что мы знаем про ООП и вот начинать программировать на Android. Это уже не Java, это уже не ООП, это Android программирование. Почему они так создали? Глупые они или это было специально, или у них были какие-то ограничения? Мне трудно сказать, но в итоге мы имеем корпорации, такие как Google, которые создают крупные продукты, вкладывают в них действительно миллиарды и потом этими деньгами, как написал мне этот парень на блоге, действительно этими миллиардами долларов нас всех тянут направлений неправильного программирования. Вот мой последний, этот предпоследний. Время меняться. Я предлагаю меняться. Переходить из одного лагеря в другой лагерь. Постарайтесь попробовать взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Постарайтесь посмотреть на это с точки зрения действительно ООП и программирования. Почитайте вот ту книгу, которую я рекомендовал. И сейчас еще покажу свою книжку. Немножко рекламы, две минуты. Да, вот такую я книжку написал, называется Elegant Objects. Ее можно купить, да, для участников этой конференции. Она вот по такой цене. Обычно она 40 стоит. Вот здесь я попытался изложить все эти… Здесь я попытался в этой книге изложить ту самую идею этого квантума, объекта-то квантум во вселенной, изложить понятным языком java-программиста. То есть книжка наполнена java-примерами. Она не абстрактная, в ней нет больших каких-то текстов о теории. Она небольшая по объему, но она практически предлагает, как на java воплотить эти все идеи, которые я сегодня рассказывал. Я не мог пройти, не мог глубже копнуть в каждую из них, потому что вы понимаете, материала очень много, а доклад обзорный. Поэтому на этом я закончу. У вас есть вопросы? Пожалуйста. Да. Вот. И у меня к вам вопрос появился после того, как я обнаружил там один класс, который нарушает принципы ООП, которые вы здесь прогласили. Знаете, какой? ОПТ. Какой? ОПТ. ОПТ. Да, есть такой класс. Вот этот класс, он предназначен, в общем, только для того, чтобы защитить от null pointer. Он при создании принимает какой-то объект, а потом оттуда, изнутри его отдает. Вот как вы прокомментируете? Ну да, хороший вопрос. Я повторю вопрос, может кто не понял. Действительно, я выступаю против использования null. В java он был здесь указан, но я не пошел глубже. Наверное, многие просто из вас и так согласны, что null в ООП его быть не должно. Потому что должно быть либо объект, либо не должно быть, либо exception. То есть мы не должны возвращать null, мы не должны принимать null. Это тоже такая центральная проблема, которая существует в ООП и в java. И вопрос о том, что есть у меня фреймворк, который называется takes. Вы можете его посмотреть на гитхабе. Web framework, который альтернатива вот с play или spring, то есть альтернатива веб-фреймворкам существующим, который написан весь вот с этими принципами в голове. То есть он был написан, начали его год назад, и он довольно активно сейчас живет, и на нем есть реальные продукты. То есть он написан с использованием этих принципов. И вопрос был задан правильный. Там действительно есть класс, который представляет собой такой, как бы он выглядит, как такая заглушка решения проблемы null. То есть действительно, когда мы хотим вернуть что-то, а у нас ситуация такая, что иногда мы можем что-то вернуть, а иногда мы можем что-то не вернуть, у нас это получается или не получается. И мы не хотим бросать exception. В этом случае мы возвращаем коллекцию из одного элемента. Ну есть такой класс optional в Java 7, вы знаете, был создан, который мы можем создать этот optional, который можно потом позже проверить, есть там что-то у тебя внутри или нет. Мы не стали использовать optional, мы создали свой класс opt специально. Для того, чтобы показать, что это действительно не optional, я отвечаю уже на вопрос. В нашем случае это не optional, это не холдер данных, это не хранилище, это не контейнер, который мы передаем, либо пустой этот контейнер, либо с чем-то. Это на самом деле в данном случае у нас, это именно коллекция из одного или менее элементов. То есть у нас, например, происходит такая ситуация, мы проходим по, приходит запрос, HTTP запрос, и мы идем по объектам, которые каждый, любой из них может сказать, да-да, мне этот запрос подходит, я его обработаю. Вот мы отдаем ему запрос, и он нам в ответ возвращает, либо коллекцию, либо с обработанным ответом уже, то есть я обработал его, вот вам ответ, либо пусто, идите дальше. То есть в данном случае это логично, потому что мы не бросаем exception, здесь не надо бросать exception, мы действительно не хотим просто обрабатывать, но и мы не хотим делать два метода, в котором будем сначала спрашивать, а будете ли вы обрабатывать этот запрос? Нет, не будем. Или да, будет, тогда давайте его еще раз. Поэтому у нас один метод, который возвращает либо пустую, либо не пустую коллекцию. То есть это не совсем решение проблемы с нул, это решение вот архитектурной такой задачи с… Кому интересно, посмотрите фреймворк. Да. Слышно? Слышно. Спасибо за такой немножко провокационный доклад. У меня возник такой вопрос касательно static методов. Вот с Java все замечательно, в ней можно перегружать конструкторы для инстанцирования объектов, например. Я разрабатываю на Python, и у меня такой замечательной возможности нет. И чтобы определить инстанцирование объектов, ну, допустим, мы хотим создать какой-то объект из строчки, из файлика, мне нужно объявлять static метод, который будет заниматься тем, что он инстанцирует этот объект. Как решать правильно проблему вот в терминах такого ООП? Вопрос все услышали, да? Ну, никак не решать. Никак. Python, значит… Ну, Python это не очень такое. К нему ООП, на мой взгляд, было притянуто как в PHP потом. То есть он создавался как… Если я ошибаюсь, поправьте меня. Но, по-моему, создавался и PHP, и Python сначала как скриптовые языки, как типа перла что-то. А потом в него всунули сверху ООП. И поэтому… Он изначально создавался как объектно-ориентированный, это наследник языка ABC, и концепции в него были заложены. Тогда, значит, я ошибаюсь. Ну, для меня он выглядит такой не совсем объектно-ориентированный. Для меня вообще, вот я часто спрашиваю, так давайте откажемся от Java. Для меня Java выглядит как наиболее объектно-ориентированный язык. Несмотря на вот эти вот ее проблемы, выглядит как объектно-ориентированный язык. Все остальные, Ruby, Python, Go, Swift, это все, на мой взгляд, значительно менее ООП-ориентированные, сделанные больше как процедурные. Поэтому в случае Python никак, делайте статические методы. Точно так же, как вопрос часто спрашивают, ну хорошо, а как нам быть, если нам нужно быстро? То есть, например, в Android машина медленная, и нам нужно, чтобы было быстро. Мы не можем создавать 50 объектов, потом передавать им управление, а потом между собой это будет garbage collection. Это будет куча оверхеда. Давайте мы сделаем один статик метод, и все это сделаем в одном таком куске кода, вместо, так сказать, создания комплексного объекта, сложного, вернее, такого, размажем этот код, размазан функционал по объектам, потом он будет собираться в композитный объект, красиво сделаем. Но мы не можем будет медленно, потому что это Android. Ну ответ только один, ну да, используйте статический метод. Но это workaround. Да. Кто там? Да, да. Давайте громко я повторю вопрос. Мы используем Spring или JPA для того, чтобы вверху устроить этот раз. Во-вторых, нам надо сказать контент, типа транзакций, либо, ну, как мне сказать, блокирование, если JPA работает с базами данных, не придется ли велосипеды киснуть каждый раз? Да, повторю вопрос. Значит, вопрос хороший. Вопрос о том, что у нас есть JPA, у нас есть этот Spring, у нас есть уже решение, созданное рынком, и этим решением десятки лет, или десяток лет. А если мы перейдем на ООП, то у нас придется создавать много чего с нуля, действительно. Нам надо будет делать тоже логирование, или, да не просто логирование, но много всего нужно будет делать с нуля, потому что мы имеем один подход, нам нужен другой подход. Ответ – да, действительно. Да, действительно надо будет делать с нуля. И я, например, вот, например, я создал фреймворк, который называется Takes, потому что я этот Spring попробовал, мне не понравилось, скажем так. Потом я Play попробовал, мне опять не понравилось. Потом я Spark попробовал, мне опять не понравилось. И потом я понял, ну, сколько можно пробовать? То есть я все время буду заложником каких-то решений, которые создали люди, которые далеки от того понимания, которое у меня в голове. И поэтому я решил создать свое. Да, это занимает время, наверное, да. Решение ли это для Enterprise задач, для задач, когда платит заказчик? Я не знаю, надо смотреть. Но надо, может быть, искать какие-то компромиссы. Но это же война, я же говорю, мы не можем победить сразу. Мы за один удар не победим, если нас атакуют уже 20 лет. То есть мы должны как-то начинать, постепенно наступать в обратном направлении. Мы видим, допустим, Apache Commons. Вот вы, например, работаете с этим Apache Commons. Вы видите этот файл, File.Utif? Ну, он не такой уж большой. Ну, сколько там в нем строчек кода? Ну, может быть, там пару десятков тысяч. Ну, возьмите свое свободное время и создайте свою библиотеку, в которой будет тот же самый функционал, но только через объекты. И все, ну вы потратите на это месяц, ну два. Ну, может быть, вы попадете с этим на рынок и вас начнут использовать. Сегодня два человека, завтра три, потом я подключусь. И мы как-то так постепенно начнем это использовать. То есть не сидите и не думайте, что да, мы с этим File.Utif теперь поженились на нем и будем еще следующие 10 лет терпеть вот этот произвол. Нет, мы должны отвечать. Через Open Source. Да, вот там вопрос. Только громко. Не, не услышу. Не услышу, нужен микрофон. Давайте пока здесь вопрос, пока микрофон несу. Ну, декораторы. Декораторы. Вопрос повторю. То есть у нас есть string utils, у которого есть статические методы, которые, у них там их сотня, допустим, статических методов, и каждый статический метод, это маленькая процедурка такая. И у нас есть string, такой относительно маленький класс, да, этот string, который мы передаем внутрь этой процедуры, с ней какая-то происходит работа, и нам возвращают, допустим, новый string, который выглядит иначе. Правильно я понимаю? Да, так оно работает. То есть я передал, сказал, допустим, там, вырежь мне из него там 10 символов, начиная с начала. И мне вернули новый string, в котором действительно 10 символов, начиная с начала. Что сделать вместо этого? Какое решение? Правильный объектный подход, это мы должны создать новый класс, который называется, я утрирую, который называется строка из 10 символов в начале. Потом мы берем ту строку, которая у нас была, заворачиваем в этот новый класс, декорируем ее, и у нас есть строка, у которой 10 символов в начале. То есть мы под каждый статический метод, под каждую статическую эту процедуру в этом utility классе, переведем ее в объект, в новый класс. То есть мы из 50 методов string utils сделаем 50 классов, каждый из которых имеет, обладает своими определенными свойствами. У нас получится не огромный файл из 8000 строк, как мы только что смотрели, а у нас будет 50 маленьких классов. Каждый класс выполняет свою функцию. Я вижу, некоторые из вас улыбаются, да, это может быть кажется вам слишком много, но это лучше по коду, это значительно правильнее, это качественнее, и это ООП. Это уже не процедурное программирование, а объект. Вот поэтому такой мой ответ. Переводим каждый статический метод как минимум в один класс, а то и больше. Услышал, я знаю этот вопрос, да. Вопрос, что делать с документацией. Действительно вопрос хороший, я его слышу не первый раз. У нас есть string utils, в нем 100 методов, мы можем открыть этот класс, допустим, в IntelliJ, нажать там string utils, точка, и у нас выпадают все методы, которые мы можем использовать. То есть достаточно просто, все документировано. Мы находим нужный метод, нажимаем на него, переходим в документацию, мы понимаем, как его использовать. У нас один вход в документацию, string utils. Нам нужно запомнить одно имя, правильно? То есть вместо того, чтобы знать, как работать со строками через Apache, я запомнил слово string utils, все остальное мне помнить не нужно, оно мне подскажет. Да, действительно, так действительно удобно. И действительно под это все заточено. Но это все было создано годами, потому что создавались эти utility классы. Другого решения под объектно-ориентированную документацию пока не существует, я его не знаю. Вот мы, например, в наших фреймворках, в TX и не только TX, мы пишем эти классы, там их много у нас, допустим, там три десятка классов мы даем программисту. И действительно к нам приходят люди и спрашивают, а как нам их правильно тут соединить один с другим, чтобы получился функционал, который нам нужен. И мы отвечаем, ну соедините их вот так, и даем пример использования. И говорят, точно, так вот действительно правильно. То есть и каждый раз это приходится как-то вот так вот разруливать. Иногда мы пишем документацию, но действительно единого подхода не существует. Но опять же я обвиняю в этом тех, кто нас 20 лет подряд загонял в процедурное программирование. Действительно они нам создали удобные инструменты для процедурного подхода. Да, действительно одна точка входа, точка, и пошли все процедуры. Но так не должно быть. Они не создали нам другого инструмента. Давайте его создадим. Давайте в этом направлении донатим. Я не знаю как. Я не знаю как должно быть. Должен быть какой-то механизм, где можно было бы понять, что вот из этих 50 классов их вот в такой комбинации можно сложить. Пока такого механизма я не знаю. Да, кто еще? Да. Да, громко так. Нет. Еще раз. Как жить... Как быть услышал, дальше нет. Вопрос хороший. Как жить исключительными ситуациями в ООП языках? С какими ситуациями? Исключительными. С exception. Ну exception это хорошая вещь. Я ее там не указал. Exception это прекрасная вещь в ООП. Она должна быть и не только в ООП. Это просто exception. По-моему exception никак это не относится к ООП. Exception это просто exception, которая хорошая идея в программировании. Действительно, чтобы в каждом случае не решать проблему с ошибками, бросать эту ошибку на самый верх. Она должна долетать до самого верхнего уровня и там попадать на конечного юзера или куда-то еще. Поэтому я полностью за exception и считаю, что они должны присутствовать обязательно. Ну я за checked exception. В принципе. Я считаю, что вот эта идея checked unchecked, она... У меня есть статья на эту тему. Не будем сейчас глубже вдаваться. Но я считаю, что должны быть только checked exceptions. Unchecked не должно быть. Это мой такой подход. И у меня есть объяснение, почему. Сейчас не будем. А то это еще два часа будет. Так, одну нючку. Давайте ключ. Кто еще не спрашивает? String. Вот вы скажете, string. Тилс. Исключить все методы в объекты. Будет масса объектов. Но вот если с точки зрения использования, то есть вы пишете string. Тилс, у вас сразу выпадают все методы. Если вы заворачиваете все в пачку классов, то такой функции у вас не будет. Вам нужно будет помнить, что каждый класс, и то обращается скорость разработки, у вас снизится. Понимаете? Так вы написали оп-оп-быстро. А так и что предлагаете? Ну конечно. Что тогда вы предлагаете? Только что об этом сказал. Да, вопрос про документацию. Ну действительно, я пока ничего не предлагаю. Не документация, а просто скорость набора всего этого дела. Ну например, да. Да, я отвечу. Я отвечу. Что я предлагаю по скорости набора? Действительно, быстрее будет, если мы напишем string. Утилс.три. И там эту строку. Все. Может быть в будущем появится функционал. Я предполагаю, фантазирую. Например, в том же самом IntelliJ. Я начинаю писать там, например, new string, и оно мне сразу подсказывает, во что я этот string могу завернуть. Получается, ну SDK под, короче, свою среду разработка. Свою IDE надо сделать. Вот об этом же я говорю, что этот IntelliJ, или там Eclipse, или InetBins, или все эти среды были созданы со старыми подсул, с идеями необъектными. Действительно, мы не можем, ну они сейчас плохо под это работают. Если мы все начнем двигаться в сторону ООП правильного, то появятся эти среды, которые или IntelliJ поймет, что нам это нужно. И начнет этот функционал добавлять. Нет, тогда вы можете сделать просто на базе Eclipse SDK, а свой IDE туда вперед. Можно, давайте сделаем вместе. Кто знает о Eclipse SDK? Я не очень люблю Eclipse, но в принципе, да, как-то так это произойдет, я надеюсь. Есть маленькое уточнение. В любом случае, я не знаю, насколько вы ориентируете на дополнение именно умное в средах разработки. Когда вы работаете с языком уже 4-5 лет, я не знаю, разве что вы не проснулись и не выпили кофе, вы ищите какую-то нужную функцию. Все стандартные, в принципе, вот так вот. Вам даже мешает подскачивать чаще. Ну, есть такой взгляд, да. Я, например, не очень стараюсь запоминать обычно. Я использую эту точку и стараюсь вот оно, чтобы было автоматически. Поэтому для меня проблема существует. Ну, есть люди, которые помнят, да. Есть люди, которые вообще в BI программируют. Просто вариант, когда вы оборачиваете в объекты все это, вы за год запоминаете очень хорошо подход и стандартный набор, который вы используете чаще всего. Это да. То есть это только небольшой порог в обучении и вхождении туда. У меня есть одно замечание. Игорь, два вопроса. Я думаю, нормально будет, да? Окей? Два вопроса? Еще два вопроса, да. Самых, да. Как быть уже был. Давайте что-нибудь еще такое. Здесь есть ближе сразу. В том же. Здравствуйте. Вот мне надо, например, рассчитывать синус угла. И в совершенно разных точках приложения, то есть, ну, я не могу сразу сказать, в каких классах. Оно размазано по всему приложению, там, расчет синуса угла. Вот я навряд ли где-то буду переопределять этот метод, потому что, ну, как бы, синус 90, он везде одинаковый. Вот имеет ли смысл использовать утилити-классы для именно таких случаев? Ну, я понял. Я просто повторю. Есть у нас класс math, java-lang-math, да, в котором есть, вот, допустим, математические функции, например, синус угла или, например, там, я не знаю, что там, масса математических, там, возвести что-то в степень. То есть, действительно, вопрос, это вопрос больше из практики, наверное, вот, как мы, зачем нам нужно повторять этот функционал, не так, зачем нам нужно вводить класс отдельный, да, для расчета синуса, если у нас, если можно использовать utility-метод, правильно я понимаю вопрос? Ну, зачем, вот, вот мы говорили про статические методы, да, я сказал, какие они, какие они создают проблемы. Технически ответа на вопрос, зачем, не существует. То есть, я не могу сказать, зачем это делать. Можно и так, работать будет и так. Это вот те самые два флага, которые, про которые я говорил в начале. Действительно, работать, оно будет этот синус, действительно, он посчитается через статический метод. Оно работает, значит, это хорошо. Но есть другой подход. Когда мы начинаем, все мы или я, сидя перед своим кодом, я начинаю мыслить объектами. И каждый раз, когда мне нужен синус, я говорю, где мой new пробел синус? Где мой класс синус? Я не начинаю искать, где мой метод синус. Я начинаю смотреть, а есть ли у меня класс, который представляет для меня интересы синуса? Вот такая у меня мысль должна быть в голове. Я говорю, так, такого класса у меня нет. Я сейчас создам класс, который синус. Не процедуру сейчас себе нарисую вот здесь, я расшариваю по всему коду и назову это Java, хотя это C. А я начну мыслить классом. И я создам класс синус, от которого могут создаваться объекты, которые будут представлять интересы синуса угла 90. То есть это вопрос мышления, вопрос философии. И больше никакого ответа нет. Я не могу практический ответ дать сказать зачем, потому что это работает быстрее. Потому что на самом деле он еще и работает медленнее. То есть на самом деле этот объект, он еще и медленнее работает. Синус действительно быстрее посчитается как статический метод. Но если это синус, то да, в случае синуса, может быть, пойдите на компромисс, если вам нужна скорость, и напишите статический метод. Но если вы все будете писать статическими методами, вы в итоге получите Spring, Play, Jax.rs и все эти библиотеки. И в итоге вы будете иметь эти классы под 8000 строк. Последний вопрос. Я так понял, декораторы это здорово. Вот допустим у меня есть в системе сущность пользователя. Чтобы мне ее пролагировать, мне надо сделать декоратор, грубо говоря, пользователь с лагированием. И так у меня на все объекты. То есть если я хочу что-нибудь отключить у себя в системе, то я должен буду там по 50 объектам пробежаться и применять вместо одного места. И обратно так. Это выглядит не очень здорово. Ну это выглядит действительно не очень здорово, потому что может быть действительно много классов таким образом создано. Но я отвечу здесь точно так же, как с этой проблемой документации. Действительно пока в Java нет удобных механизмов, где можно было бы делать такие как бы темплейты классов, что ли. Где можно было бы такой похожий функционал. Действительно не копировать классы и дублировать коды. А написать, например, класс, который можно было бы применять к таким похожим образом к объектам. Короче мой ответ. Действительно это не очень красиво будет выглядеть сейчас, если вы так будете делать в Java. Но если подумать дальше, то что-то появится в языках, в том числе в Java, я надеюсь, что может это дело упростить. Например, в Kotlin есть такой язык, свежий сейчас, в котором что-то такое похожее в это направление они пошли. То есть они дают возможность, я не буду говорить точно, но я там был на одной из презентаций. И там показывали, как можно удобнее сделать, избежать дублирования одного и того же текста в классе. То есть действительно, если мы написали один декоратор для интерфейса А, а потом другой декоратор для интерфейса Б, и они делают абсолютно одно и то же, то у нас inevitable, то есть неизбежное дублирование кода имеется в этих двух классах. Да, но это проблема от Java, она не дает нам возможности, я так понимаю, никто просто не задумывался над этим раньше. Они идут вперед, Java 8, Java 9, вводят какой-то новый функционал, а об этом не думают. Ну о таких вещах, потому что это, наверное, мало кому нужно. Но в данном случае, в текущей ситуации, в текущей ситуации, да, это будет выглядеть не очень красиво. То есть пытайтесь находить какие-то компромиссы. Ну я же говорю, война идет, мы только начали. Давайте шаг за шагом. Все, наверное, да? Можно еще вопрос? У меня вопрос есть, довольно простой. То есть Spring, то есть есть такая стучка там, что в очереди, ну, объекты, которые мы создаем, он часто выращивается в рот в ракциями. Вот вы говорите, что это решено по словам. Практически, ну я хотел спросить его. Привляйте лучше. Повторю тогда вопрос. Spring, выполняя свою работу, он часто классы выращивает там прокциями, ну, декораторами те же. Вроде как объектно-ориентированный подход. Spring. Да. Еще раз, я теряю куски текста, теряю. Есть Spring, да. Есть Spring, да. У него одна из возможностей, то, что вот, допустим, какой-то аспектно-ориентированный. Я не услышу так, но давайте позже тогда это обсудим. Я теряю большинство текста, так, к сожалению. У меня есть предложение? С вашего позволения, конечно. У нас уже готов кофе. Мы можем пока остановиться, дать Егору передохнуть немножко и пообщаемся с ним в кулуарах. Да, мы можем после пообщаться, да. Спасибо вам большое. Еще раз вам большое спасибо. К слову, в ближайшие 20 минут у нас перерыв на кофе, а впоследствии мы разделимся на два потока. Первый поток будет проходить здесь, а второй будет немножечко за нами. Я думаю, вы найдете по объявлениям. Поэтому в первом потоке следующим докладчиком будет Никита Волков. Продолжение следует...